зачем тебе онлайн бизнес мы начали активно работать пришло там что-то около там пяти тысяч по моему в общем всего заявок и за минуту до там трансляции у нас сгорает ноутбук то что я получил в акселераторе я использую это в трех бизнесах сейчас один мы продали за 80 тысяч друзья всем привет с вами как всегда илья терновой и я федор спиридонов если вы не без различных сфере онлайн-образования если вы хотите разбираться в этом лучше или сделать свою онлайн-школу то вы находитесь на правильном канале вы смотрите правильное видео и сегодня у нас в гостях василий михайлов продюсер и эксперт своих онлайн-школ человек который добился внушительных результатов большого успеха уже всем оффлайн-бизнесе целых три ниши и он пошел еще дальше он хочет расширить свое присутствие с помощью онлайн-бизнеса и интегрировать онлайн-бизнес в оффлайн каким образом это как раз мы узнаем у него из интервью смотрите это видео до конца и если вы хотите так же как наш сегодняшний гость то записывайтесь и регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс но мы пока пойдем задавать ему несколько вопросов погнали васили привет 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 рад тебя видеть немного пообщались за кадром и хотелось бы все эти мысли которые мы уже озвучили принести нашим зрителям чтобы они тоже это слышали рассказывай как как добрался до нас во первых нормально добрался только парковку долго искала так все хорошо лето уже практически вот стучится в футбол кодил выходи за рамки это твой жизненная кредо но можно сказать да увидел был в ростове открывал там недавно новую точку парикмальской своей и вот увидел думаю классные ребята сделали штуку они прям футболки печатают там на футболках то что тебе понравилось какой слога расскажи пожалуйста как бизнесмен что для тебя выйти за рамки то есть и что есть рамки слушай ну в общем то рамки это определенные такие устоявшиеся которые какие-то вещи в бизнесе которые сложились опытом потому что опыт сейчас это скажем так как хорошо так и плохо с точки зрения почему плохо да потому что мир так быстро меняется просто там через месяц уже бизнес совсем другой становится через год его вообще не узнать и поэтому тот кто отталкивается только от опыта он теряет вот эту вот вот это понимание куда что нужно схватить новое как с этим работать и как от этого отталкиваться то есть а тот кто но а почему это там хорошо то что от опыта его как бы нужно проецировать на тот процесс который ты хочешь создать в компании там ну неважно в своем деле ну то есть это получается рамки ты их создаешь себе сам когда выстраиваешь колею по которой движется твой бизнес да и вот как бы все хорошо все ровненько все гладенько и можно и жить им хом покрываться да там а для того чтобы выйти на новый этап нужно выйти за рамки и поэтому ты в оффлайн из оффлайна пришел в онлайн я и там и там потому что рамки есть везде и выходить за рамки можно тоже везде какие-то инновации однозначно инновации и они происходят постоянно то есть ты должен постоянно быть попадать в зону дискомфорта скажем ты все равно состоявшийся бизнесмен у которого хорошо идут дела и идут они в любом случае в гору да вот мы там по общению это поняли зачем тебе онлайн бизнес как ты сюда пришел как он наступил сюда вот ногой за эту черту и за рамки и как тебя родилась эта мысль где ты вообще зацепил ну смотрите зацепил я ее на московском предпринимательском форуме я там выступал как спикер и дмитрий тоже там был вот соответственно он рассказал про эту идею я там активно развивал свой бизнес в виде окрашивание волос у меня есть еще топовый премиальный салон тверской по окрашиванию волос вот мы создаем очень крутые там цвета девушкам вот там работают самые лучшие колористы москвы и соответственно девушки туда приходят создавать там неповторимые цвета это как раз проект колба правила да вот и в какой-то момент я понял что я хочу этот проект двигать по франшизе и также я хочу обучать людей потому что у нас в россии никто колористику но очень мало людей знают колористику очень хорошо то есть чтобы делать красивые растяжки цвета которые девушки любят и которые стоят недешево я могу все наши знания моих колористов экспертов которые вот они аккумулировались в моем проекте в центре москвы я смогу просто раздать это на большое количество людей это видео онлайн обучение сделать вот помимо того что обучать людей я открываю франшизы и соответственно мои люди которые там покупают франшизу они будут проходить точнее они проходят обучение через нашу онлайн школу таким образом я точно знаю что например в нью-йорке мои парикмахеры моя франшиза будет работать круто потому что сервис который мы там который туда несем он будет отслеживаться через домашние задания через выполнение чек-листов которые мы людям даем и соответственно это больше ответственности скажем так у франчайзи мы можем контролировать качество очень крутая интеграция в франчайзинг в общем но я вообще интегрировал в принципе эту всю историю онлайн в франчайзинг потому что когда у тебя огромное количество городов у нас сейчас по супермена вся россия вообще везде даже там сейчас в хабаровске открываем в иркутске открыли то есть даже туда далеко куда я сам доехать просто не в состоянии бывает раз в год я туда в лучшем случае приеду я могу понимать как у меня идет ситуация как люди обучаются если вас интересует онлайн-школы но много вопросов и сомнений у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом который готов ответить на все ваши вопросы разобраться с нишей который поможет найти эксперты и расскажет как с ним договориться он расскажет вам о тех шагах которые вам нужно совершить чтобы у вас появилась своя онлайн-школа регистрируйтесь по ссылке под этим видео как ты пришел именно вот к этой нише к нише красоты да к нише но это бьюти сфера да по большому счету наверное так можно назвать ты топ-стилист ты как давно занимаешься этим видом деятельности сушки но с детства вообще в школе мама маму попросил купить машинку для стрижки волос на рыба рынку просто шли я не знаю почему так произошло ну в общем попросил потом начал друзей стричь дома но они как бы в гости приходили потом не стали чаще в гости захожу родить их пристали отпускать потом просто потом пришлось уже переоборудовать все ну вот так вот и родилось и я просто по этой теме шел очень долго потом я открыл но там учил потом начал преподавать ну и так вот все это вот одно за одно цеплялась в итоге открыл свой салон в итоге там начал обучать людей соответственно обучение всегда у меня как-то параллельно шло моему направлению и соответственно вот так вот пришло это все еще и в онлайн более человек любой желающий может заняться бизнесом вообще конечно ну не все предприниматели скажем так по натуре ну да ну то есть я думаю что предпринимателями рождаются скажем так но это наполовину творческий наполовину технический человек который в общем то понимает как строится бизнес вот но не окунается туда настолько глубоко что прям совсем да то есть он как бы находит людей он рождает идею и продвигает ее вот через управленцев вот соответственно в какой-то момент предприниматель ну вот олег тиньков например он прям четкий предприниматель у него бизнесы в разных структурах были ну то есть предприниматель это тот кто рождает идею раскручивает ее находят людей под эту идею и дает постоянно подкидывает дровишки с своими там своим drive получается ты сам и эксперт и продюсер в одном лице ну да получается так у тебя еще кто-то из экспертов преподает сколько человек моя идея была создать такую систему в которой я был родоначальником но мои эксперты которые работают у меня в компании могли реализовываться через онлайн вот потому что когда люди работают в салоне вообще считается что по россии в среднем парикмахер держится в салоне красоты 1 и 8 месяцев год и 8 месяцев а потом уходит вот я думал как сделать так чтобы человек мог работать у тебя дольше а соответственно нужна мотивация когда человек работает у тебя долго ему приедается место он хочет что-то поменять и все такое и когда интегрировал историю с онлайн обучением я начал интегрировать ребят туда чтобы они наполнившись своими знаниями могли их передавать вот таким образом они за это какой-то бонус еще финансовые получают конечно но эта история работы продюсера и эксперта нужно такая же то есть они максимально замотивированы получается это приработок для них это реализация потребности своих то есть там по пирамиде масло да в акселераторе ну и не только в акселераторе есть определенные схемы когда ты работаешь там продюсер эксперт когда ты работаешь продюсер и твоя компания до который выполняет твои задачи и по моему там эксперт один эксперт да сам сам эксперт и продюсер эксперт сам один человек вот это три истории моя история 2 когда я продюсер но у меня есть своя компания и как бы своей компании я беру экспертов на трансляцию онлайн обучение и себя кем больше считаешь мастером так топ-стилистом или больше бизнесменом безусловно я продюсер потому что экспертов у меня много вот но так ощущением не только-только продюсер я понимаю что я не могу быть экспертом и продюсером одновременно и мне в принципе это не нужно это это просто нужно много времени и сил затратить на это есть люди которые делают окрашивание например круче чем я вот я я себя сам уволю если почувствую что не есть люди которые лучше меня вот пусть они здесь это делают а я буду делать то что я делаю хорошо если тебе какое-то ранжирование скажем так вот этот эксперт у тебя может как куратор быть этот эксперт как эксперт как лектор выступает в общем да это примерять домашние задания как у тебя вот выстрел этот момент взаимодействия прям правильно все и рассказали так и есть потому что каждый человек силен в своем например есть девочка у нас которая говорит на камеру так божественно просто что вот ее слушаешь и просто один голос приятно слушать это очень большой плюс в онлайн трансляциях да а есть очень классный стилист который круто красит все делает но говорить вообще не может и соответственно его невозможно ставить экспертом да но при этом мы можем например какие-то ролики с ним записать где он делает окрашивание а там закадровый голос например рассказывать что-то или иллюстрации выплывают что-то такое то есть и есть люди которые конкретно умеют круто писать да и там формулы прописывать и они сидят в чате с ученика формула это по украшения до окрашивание волос там нужно сделать тебе прям хорошая такая в общем хороший человеческий профессиональный ресурс получается бизнес тебе дает какие качества ну не знаю там от 3 до 5 главное для эксперта вот как-то вычленяешь этого человека из большой массы вот своих сотрудников что что должно тебе на глаз 1 попасть что должно блеснуть в этом самородке блеск глаз самое крутое когда ты рассказываешь человеку про проекты он смотрит у него блестят глаза он он ему нравится эта история должен умеет разговаривать должен быть хорошо должен хорошо понимать свою тему то есть он был должен быть действительно экспертом и мы начали мы начали активно работать но у нас по сути ни хрена вообще не было то есть у нас не было структуру там то что что ребята дали там да мы там выстраивали вы прописывали делали маркетинг но больше по сути мы правда продали пять мест воздушных то есть мы воздух продали вообще без вам у нас вообще ничего не было то есть был я там был вебинар были эксперты мои было колба то есть которая там да вот и наши там подписчики в колбитом 30 тысяч подписчиков у нас ну и соответственно вот эти люди они в общем то пришли к нам то есть 5 человек нет пришло пришло там что-то около там 5000 по моему в общем всего заявок вот мы провели мы начали проводить вебинар и первый же вебинар когда мы запускали это было крайне волнительно мы запускали его у нас полный зал клиентов стриксы там фены работали все такое представляете съемки а тут фены работают значит у меня вебинар и все тут все уже настроено уже все прописано мы собираемся вести с еще с одним экспертом и за минуту до там трансляции у нас сгорает ноутбук там такой хаос просто я вообще за голову так хватает не знаю что делать мы кое-как там сделали sms рассылку всем что через полтора часа снова будет трансляция короче говоря мы через полтора часа провели вебинар с вебинара продали две заявки закрыли вот но дошло до вебинара по моему что-то 150 человек то есть как бы было там две с половиной тысячи а дошло 150 человек ну то есть люди как но отвалились после лились просто и все но если мне взгорел ноутбук на он был бы больше было бы больше да вот и соответственно началась история с обработкой потом я нанял колл-центр они начали звонить этим людям вот и началась долгая обработка всех этих заявок вот потом мы запланировали это все через определенное время провести то есть там через мы поняли что там сработало сейчас какой гипотетический вопрос вот ты пришел из офлайн бизнеса в онлайн а обратный путь может быть там из онлайн в офлайн конечно открываемую франшизу вот на самом деле я и там и там я считаю что если у тебя бизнес и там и там ты просто ну вот например я делаю муж там мужские стрижки ли делаю окрашивание да делаю их круто вот но чтобы мне онлайн запустить я должен где-то делать это постоянно сам да и соответственно если у меня есть крутой салон центре москвы у меня там работают крутые эксперты почему бы мне этих экспертов не записать не там нанять людей которые будут заниматься еще параллельно раскрутка онлайн школы и не заниматься еще этим то есть у меня тогда получается это все завязано и я уверен что в будущем оффлайн бизнесы и онлайн они будут очень сильно связаны а сколько у вас вот промежуток между вебинаром и курсом был то есть когда вы начали готовить курс то есть вы на вебинаре продавали был вебинар был в конце в начале августа в первых числах 5 а курс мы запустили только в октябре то есть мы еще еще потом один вебинар проводили там уже все хорошо сделано было все окей мы получили три заявки нет не три по моему закрыли три заявки получили 10 заявок с них вот и в итоге к открытию курса мы пришли там с пятью заявками там каждый курс стоил там один мы продали за 80 тысяч другой продали за 20000 третий продали за 12000 ну то есть там разные были цены ну то есть вот вот такая вот история инвестиция в заработок то есть получается поэтому 80 тысяч вполне себе такая разумная сумма но просто мы получили заявки вообще со всего мира на самом деле вот у нас ну у нас еще кстати курс идет все то есть люди учатся сейчас учатся в америке девочка в старом москоле сочи в самаре и так москве и по моему еще где-то еще в ростой в этих городах не страшно краситься нью-йорк и олд оскол вот вебинар сам который вы провели например закрыть заявки он у вас еще где-то лежал сохраненный или вы сразу есть на сайте сохраненный его можно посмотреть то есть человек это как получается авто вебинар вот человек может посмотреть и тоже подать заявку да 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 конечно конечно но сейчас потом просто знаете как произошло когда мы это все сделали мы начали активно снимать ролики то есть мы до декабря мы прям очень много снимали роликов то есть мы прям по моему 90 мы 90 роликов записали то есть мы начали готовить продукт то есть мы закупили и поняли что сейчас нужно людей вести и мы я я нашел видеографа мы там отбивки всякие делали мы все мы старались делать сразу круто вот и очень много времени уходила на то чтобы правильно поставить свет там выстроить структуры все это обсудить каждый ролик допилить то есть мы очень очень много времени потратили на там формирование продукта параллельно этих людей вели отсматривали как они учатся задавали им домашние задания и все такое то есть я в какой-то момент понял что сейчас побежать вот и быстро резко продавать что быстрее быстрее людей нагнать мне не хотелось вот но мы хотим разделить по блокам теперь например если раньше у нас было ты приходишь начинаешь того делаешь основы колористики потом ты идешь там усложняешь 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 что сейчас мы поняли что нам нужно упростить и разбить наши курсы там например кто-то хочет для блондинок курс получить кто-то для брюнеток кто-то там по теории окрашивания кто-то по теории цвета и мы это будем просто формировать в небольшие такие эти обучающие форматы на две недели на неделю и будет стоить это там небольших денег что для тебя такого самого главного дал вот тебе акселератор структура вот я шел туда за структурой последний год я когда понял что мой бизнес уже пришел к определенному уровню я получаю там определенные деньги которые как бы мне нормально но при этом я понимаю что чтобы двинуться дальше необходимо все прописать структурировать понятие и соответственно в акселераторе я это получил я понял что я в принципе много схем знал работа с ландосами там рекламные кампании настройка там все это я в принципе знал все вот но как построена структура в акселераторе это было прямо супер вопрос теперь про лендинг идеально сделал на мой взгляд то есть но во первых очень много информации если сразу записываться на курс то есть может пройти человек записаться там по ссылке в инстаграм да ну вот вы этот лендинг начали делаться во время битвы потому что там всего лишь две недели дается именно это ты сразу обратились к профессионалу а нет смотри там было так первый лендинг я вообще делал сам это в рамках битвы на платформе flexby причем я его сделал там что-то за три за четыре дня вот этот ландос конкретно мы запилили на джаст клики потому что нам очень понравилась платформа под наши под наши нужды во первых она для студентов она выглядит очень стильно в нашем дизайне потому что колба это лаборатория вот а там такой дизайн прям в одну лаборантский наш прям и помимо того что там дизайн крутой это не самое главное для нас было самое главное что там есть очень крутая crm система которая позволяет и платежи принимать там и лендосы на не делать и все это отслеживать в аналитике то есть и все это менять и скидки и вообще все подгружать все это очень крутая история авт воронку там вот под вебинар вы тоже там делали уже можно ты исключительно только вот через было да то набрал получается слушатели или еще где-то через какие-то каналы ресурсов вот в битве знаете как я сделал я понимал что сейчас взять в таргет бросить деньги просто так мне не интересно потому что я понимал что это выброшенные деньги у меня есть большое количество контактов которые в общем то в моей сфере очень круто могут выстроить это первая компания вэлла у которых там 22 2000 салонов которые с ними работает по россии то есть у них есть эти контакты они рассылают всем там еженедельно имейлы что вот ребята на этой неделе будет вот это вот это вот это короче и вот как только они разослали сразу большой поток пришел потом instagram в эловский я тоже с ними договорился мы сделали туда посты вот мы сделали три поста они периодически там там по 60 тысяч подписчиков у них вот так же мы сделали посты у себя то есть мне по сути рекламная кампания обошлась в две с половиной тысячи рублей над вопрос о том что не все если вас денег нет то есть но есть связи и вы можете там с кем-то договориться то вот пожалуйста дерзайте за сколько ты купил себе не infinite а билет на обучение в акселераторе 200 280 но это не самый топовый пакет плацкарт посмотрел все как бы этому недостаточно материала ну да я просто понял что если бы я был может ну во-первых во-первых как бы я про это ничего не слышал да как бы такого прямо то чтобы у меня не было человека который проходил этот курс вот и поэтому как-то рисково было платить там что-то 700 тысяч за с в этом или миллион по моему стоил поэтому как бы но при этом я понимал что там ту структуру которую ребята предлагают мне достаточно чтобы начать свою историю так как я не последний человек там в бизнесе там не первый раз и начал заниматься я понимал что от этой структуры я могу оттолкнуться и дальше как бы пойти я считаю что это правильно потому что там люди которые есть вокруг тебя это уже тот ресурс которым нужно пользоваться ну и я скажу вам точно что то что я получил акселераторе все вот эти схемы все регламенты структура как это нужно правильно делать я использую это в трех бизнесах сейчас то есть я формат просто беру перекидываю на ту структуру на природу во франчайзинге супермен вообще супер работает то есть как там сделать как построить так у меня например а мне нужно открыть 200 точек да я понимаю что мне нужна структура если мне сейчас 200 человек позвонит и скажет пасть а как вот это как вот это а вот эти парикмахеры работают а вот эти нет и я просто разорвусь у меня просто не смогу такой штат держать а когда у меня есть четкие структуры регламенты видео правильно записаны я это все выкладываю сеть как делает акселератор да то есть они у них огромное количество учащен участников вот но при этом обрабатывают их не такое уж большое количество людей да и поэтому и вот я такую структуру для себя взял и у меня во всех сферах я вот это то есть не возникает людей лишних вопросов они могут просто воспользоваться контентом который я считаю что если ты хочешь сделать крутой бизнес большой глобальный то без структуры ты не обойдешься и в акселераторе структура сделано мега круто мега круто и поэтому ноут я всем порекомендую наверное именно только даже из-за этого заняться этой темы потому что каким бы бизнесом ты в будущем не занимался будешь ты делать онлайн школу оффлайн что-то делать ты получишь в акселераторе такую структуру которая тебе будет нужно потом на протяжении многих лет это однозначно то есть у тебя просто прописанные схемы как двигаться все я я я я я считаю что любой любой бизнес который должен стать большим он должен пройти вот этот этап либо ты не станешь большим либо загнешься если у тебя все будет на коленке никаких прописанных регламентов и стандартов не будет то или тебе скучно этим заниматься можешь забыть про большой пора про большие деньги отличное интервью нас вышло мы желаем тебе мега роста вот чтобы ты уже наконец-то в каждом мегаполисе нашей большой планеты форбс не только в статьи список спасибо да хотелось бы еще что дать нашим зрителям да у нас есть всегда бонус такой когда предоставляет эксперт или продюсер виде скидки которая будет размером тобой определяется действует сколько она будет тоже тобой определяется вот ну и конечно промо код какой-то нужно придумать вот на обучение в твоей академии вот готов дать скидку ну на самом деле есть есть такая скидка я бы сделал 25 процентов скидку на курс эксперт потому что я считаю что если ты действительно интерес тебе интересная история того что ты хочешь стать сильным мастером курс эксперт тебе даст полностью все возможности для того чтобы заработать гораздо больше денег чем ты пройдешь небольшой курс и как бы слегка заденешь эту историю я рекомендую всем там нашим ученикам которые у нас уже проходили и которых я знаю как кому это необходимо если ты проходишь полный курс где ты работаешь не только там с экспертами но ты еще с привлеченными людьми работаешь ты погружаешься еще к нам приезжаешь в оффлайн ты себя настолько прокачиваешь что эти деньги тебе покажутся вообще фигней по сравнению с тем что ты получаешь вот и себя прокачиваешь ты себя даешь новый уровень поэтому на курс эксперт 25 процентов давайте неделю вообще отлично колба light друзья 25 процентов скидка в академию колба сюда по-моему отличный подарок отличная скидка ребят в общем самое главное что вы должны делать это не останавливаться не стоять на месте развиваться и идти учиться а василий человек который обладает большим бэкграундом наверное таких гостей у нас еще я не было где по крайней мере не припомню до который не просто там с болью пришел акселераторы из-за того что у него там надоела работа или эксперт который хочет монетизировать или он ищет или продюсер который не знает в общем у него конкретное понимание то что есть бизнес три направления и он хочет продавать франшизы еще сделать онлайн экспертность большая масса скажем так научить вот все интегрировал одно в другое очень круто очень крутой кейс очень крутая бизнес модель а еще мне очень понравилось его размышления по поводу различий между предпринимательным и бизнесменом я где-то возможно с ним не согласен даже для меня наверное все таки бизнесмен это человек который ну так скажем владеет таким империальными компаниями да то есть такими большими крупными но тем не менее я могу с ним согласиться что предприниматель человек который находит команду создает команду который уже в дальнейшем управлять наверное одну из полезных наверное его качеств это может быть можно как-то развивать с помощью тренингов личного снова роста может быть кто-то с этим даже рождается это то что он через общение находит альтернативные способы для того чтобы закрывать свои какие-то потребности опять-таки за две с половиной тысячи рублей он нагнал трафика в количестве 5000 человек заявок до пошел вэлла в компанию договорился они еще сами в себя и его рекламировали там 10 тысяч потратили потом здесь он услышал в интервью у познера что тинькофф кого-то хвалит нашел этого человека договорился на встрече договорился статье там в рбк через какие-то 33 окольных тропиночки сейчас форм пытается пробиться в общем ну и он при этом открытный позитивный знаешь такой такой нервач агрессивный такой бизнесмен или предприниматель который там вот штробит как-то в одном направлении а просто легко делал это говорит о том что есть ситуация который нужно разрешить и бывает всегда очень много путей решения просто нужно присмотреться каждому подумать прежде всего сесть подумать все взвесить на трезвую холодную голову и тогда ты обязательно найдешь какой-то путь для себя лучший да да рассудительно как нужно подходить и смотреть парить над ситуацией совершенно точно друзья мы пошли на холодную голову решать свои вопросы